Это Таганрог. Каждые два дня тут ничего не происходит. Ровно с такой же скоростью Голливуд выпускает новый фильм. А это Сергей Беляков, который любит смотреть голливудские фильмы и разговаривать со своим телевизором. Вот это я понимаю. Но сколько бы фильмов Сергей не смотрел, это никак не приближает его к заветной цели. Выучить английский и уехать жить в Соединенные Штаты Америки. Эх, Серёжа, Серёжа, неправильно ты фильмы смотришь. А вот как правильно и можно ли просмотром голливудских шедевров заменить обучение с преподавателем, вы, Серёжа, узнаете в этом видео. С вами онлайн-школа английского языка, English Show. Мы начинаем. Итак, можно ли выучить английский по фильмам? Конечно, всё в жизни возможно. Дениска, фольт принеси! Нет, не торопитесь сразу включать свой любимый фильм. Если вы используете просмотр фильмов как единственный метод изучения английского, шансы заговорить на английском невелики. Изучение английского языка – это многосторонний процесс. Грамматика, аудирование, говорение, лексика – всё это нужно улучшать, подтягивать и понимать. И фильмы хоть и закрывают многие из этих сфер, но всё-таки не решают всех проблем. Например, фильмы помогают значительно повысить словарный запас. Вы не только узнаёте новые слова, но и лучше понимаете, когда и как правильно использовать уже знакомые. Например, знакомое многим слово mind – разум – может встречаться в десятках значений. Взять, к примеру, never mind – не бери в голову. I never mind. Do you mind? Ты не возражаешь? Do you mind? Mind your own business. Занимайся своими делами. Mind your own business. I changed my mind. Я передумала. I changed my mind. Кроме того, фильмы и сериалы знакомят вас с правильным произношением, интонацией и даже культурой англоговорящих людей. Тогда почему фильмы не могут быть одним единственным способом изучения языка? Есть две главные причины. Во-первых, вам сложно прокачать разговорные навыки без хорошей грамматической базы. Повторение фраз за героями, копирование их интонации и произношения – это, конечно, хорошо, но вот с составлением собственных фраз и предложений может быть проблема. Вторая причина. Вам может наскучить просмотр фильмов. Даже если вы огромный фанат фильмов и сериалов, со временем вы устанете воспринимать английскую речь, и рука потянется к пульту, чтобы включить русский дубляж. Тут секрет успеха прост. Чем разнообразнее изучение языка, тем увлекательнее оно проходит. Не ограничивайтесь только просмотров фильмов. Читайте книги, ходите на разговорные клубы онлайн или оффлайн. Найдите единомышленников, которые тоже учат английский и готовы попрактиковаться. Но это, конечно же, не означает, что выучить английский с помощью фильмов невозможно. Дальше мы расскажем, как правильно это делать. Хорошо, хорошо. Да договорились уже, давай к делу уже все. Кстати, к слову об изучении языка. Знаете, чем мы в школе занимались последний год? Мы собрали самые классные фильмы мира и с помощью команды методистов-редакторов, состоящей из 14 человек, подготовили невероятно крутой курс для изучения английского по фильмам. Когда мы работали над созданием этого курса, нашей целью было создать полноценную программу обучения, но нам хотелось, чтобы она была построена на любимых всеми фильмах и сериалах. Ну, потому что одно дело открываешь учебник и решаешь тесты один за другим, и совсем другое, когда отрабатываешь грамматические темы на отрывках из, например, интересных мультфильмов. Корпорация монстров у нас была, суперсемейка. Или фильмов, например, предложения, ловушка для родителей. Это совсем другая живая лексика, живая интонация, произношение. Если вы нас давно смотрите, то знаете, как классно мы умеем объяснять английский по фильмам. Мы первые на ютюбе, кто начал это делать еще в далеком 2013 году, и сейчас стали первыми, кто внедрил фильмы в весь обучающий процесс. На данный момент в нашем курсе 74 фильма, и их количество будет пополняться. Пройдите короткий опрос по ссылке в описании, и получите первый урок нашего курса по фильмам без плачь. 67, 54, или 20. Хорошо, хорошо, продолжаем. На чем мы остановились? Итак, вы решили поработать над своим английским, расширить словарный запас и улучшить понимание на слух с помощью кино и сериалов. Как смотреть фильмы с пользой для дела? Без хотя бы начального представления об английском предложении и основных глагольных временах будет сложно выражать свои собственные мысли правильно. Со временем есть риск, что вы станете отличными слушателями, но плохими спикерами. Совет номер один. Выбрать фильм, подходящий вашему уровню. Важно, чтобы лексика в фильме соответствовала вашему уровню. Иначе есть риск либо ничего не понять, либо не узнать ничего нового. Например, сравните эти два отрывка. I could really do with that luxurious bath of yours. Мне бы не помешала та ваша роскошная ванна. I could really do with that luxurious bath of yours. И that I need a bath. Мне нужна ванная. That I need a bath. Почувствовали разницу? На самом деле герои говорили одну и ту же фразу. Мне нужна ванная. Двумя разными способами. Смотрите. I could really do with that luxurious bath of yours. I could really do with that luxurious bath of yours. Мне бы не помешала та ваша роскошная ванная. That I need a bath. That I need a bath. Мне нужна ванная. Вывод. Выбирайте фильмы, соответствующие вашему уровню. Если ваш английский на начальном уровне, отдайте предпочтение мультфильмам, мультсериалам и легким ситхомам. Совет номер два. Учитывайте страну производства. В зависимости от того, где был снят фильм и о чем, вас может ждать американский или британский английский. А значит, некоторые слова и фразы, которые встречаются в США, не будут использоваться в Великобритании. И наоборот. Например, в Америке слово pants означает штаны. А в Великобритании оно означает трусы. Смотрите сами. They're my pants. Это мои штаны. They're my pants. Are you wearing any pants? На тебе есть трусы? You wearing any pants? No. Okay. И таких примеров различия значений слов можно привести десятки. Поэтому будьте внимательны. Совет номер три. Начинайте с фильмов, которые хорошо знаете и уже смотрели. Начать смотреть фильмы в оригинале далеко не просто. Носители используют много сленга. У всех разное произношение, манера говорить, скорость речи. А помимо этого, вы хотите уловить сюжет, да и просто понимать, что происходит на экране. Слишком много задач. Поэтому, если фильм вам знаком, вы не только знаете сюжет, но и можете предугадать, что же сейчас скажет тот или другой персонаж. Совет номер четыре. Субтитры хороши, но в меру. Субтитры могут помочь преодолеть страх и начать смотреть фильмы и сериалы на английском. Но как поступить дальше? Есть два варианта. Либо со временем отказаться от субтитров раз и навсегда, словно отклеиваете пластырь. Либо чередовать просмотр с субтитрами и без. Так или иначе, выбор за вами. Везет. У меня так не бывает. Кстати, русские субтитры допустимы только, если вы даже читать на английском не умеете. И включайте язык оригинала просто, чтобы послушать звучание нового для себя языка. Если у вас есть хоть какая-то база, используйте английские субтитры. И последний, пятый совет. Делайте заметки. Купите блокнот, сделайте небольшие карточки или просто печатайте в телефоне. Во время просмотра фильма и сериала записывайте новые слова, которые показались вам интересными. Будет эффективно, если кроме самого слова вы запишите и контекст, фразу, в которой оно используется. После просмотра пересмотрите записи и составьте с каждым из слов свой собственный пример. Составлять их нужно устно и обязательно. Возвращайтесь к вашему личному словарю время от времени. Надеюсь, вам понравились наши советы. Не забудьте поставить лайк под этим видео и напишите в комментариях, какой фильм вы хотите увидеть на нашем разборе. Не забудьте пройти опрос по ссылке в описании и получите бесплатный первый урок нашего нового курса по фильмам. Увидимся в следующем видео. С вами был Голос, English Show. Всем пока!